В общем, как и обещала, это просто разговор, это без плана эфира, это просто разговор на очень наболевшую тему. У меня эта тема, конечно, уже не болит, она болит у многих из вас, которые уже из года в год пытаются что-то сделать с собой, и все время происходят какие-то нежданчики типа срывов и зажоров. Но мне смотреть на это больно, честно говоря, на то, как люди пытаются и не получаются, пытаются и не получаются, и топчутся по ходу на одном месте. Мне смотреть на это больно, потому что у меня как-то по-другому все сложилось, и вот сегодня я хочу поразмышлять на эту тему, почему у меня сложилось так, что все произошло легко, ну, довольно легко, довольно быстро, довольно успешно, без всяких там откатов. И почему у многих сегодня этого не получается? Просто хочу поразмышлять. Возможно, ваши вопросы помогут мне в этом размышлении, помогут нам прийти к какому-то такому золотому сечению, к каким-то истинным открытиям. Потому что на самом деле даже мне вот в этих вот ситуациях, в этих историях, которые происходят с моими подопечными, которые все время откатываются, даже мне очень многое бывает непонятно. Порой смотришь на человека и думаешь, ну, блин, ну все же было хорошо, и результаты и были налицо. Нет, взял и сорвался. Ну, почему? Почему? И, конечно, мы копаем эти истории, да, с моими подопечными, мы пытаемся искать причину, как я уже и говорила раньше, да, что мы... Мы должны забраться в причинах, почему это происходит. Потому что если не понимаешь почему, то будешь винить себя, будешь себя там стучать кулаками по лбу, вот у меня нет силы воли. А на самом деле, конечно, причины всегда бывают. Но еще раз повторю, что как бы мы старательно не выискивали причину, и какой бы эта причина ни была уважительной, все равно вот сам факт того, что вы что-то делали, да, и вы шли этим путем, а потом вдруг бац, и все сорвалось, сам факт, конечно, очень неприятен. И он мне тоже неприятен, потому что я вкладываю много сил, труда, своей души и энергии в моих людей, которые идут по моим стопам. Те, которые в марафонах, да, которые на консультациях, на курсах. И очень бывает, конечно, жалко и обидно, когда происходят такие срывы. И чтобы у вас не сложилось впечатление, что я какой-то идеальный человек, который вот пошел этим путем, и все благополучно так произошло, я могу рассказать начало своей истории, когда меня посещали сомнения разного рода. Они мне углодали мозг, и это было в самом начале. И вот это, я не могу это назвать, конечно, откатом каким-то, да, если только это какой-то там моральный откат нравственный. Но я металась, у меня было время, когда я металась. И через эти метания проходит, в принципе, каждый человек. Каждый, кто начинает пытаться разбираться вот в этих во всех течениях питания, все проходят через определенное мытарство, через определенные какие-то сомнения, смятения. И очень часто именно поэтому люди и оказываются у меня, да, что они просто уже задолбались метаться, и им уже хочется пристать к какому-то одному берегу. Но даже пристав к моему берегу, эти люди все равно часто срываются. Знаете, что самое для меня неприятное, самое для меня удивительное, просто вот очень удивительное, что некоторых людей я наблюдаю около себя уже лет, ну, года четыре точно. И все эти четыре года люди периодически присоединяются к каким-то марафонам, к каким-то там мероприятиям, чтобы снова и снова войти в мою систему и пройти ее успешно. И когда я выхожу на один на один с таким человеком, я говорю, ну, почему ты-то здесь? Ведь ты уже четыре года как в моей системе крутишься. Неужели ты до сих пор, пока еще ее не отработал на себе и не понял, как это работает, что ты опять здесь? Если ты опять здесь, я понимаю, что у тебя снова откат. Да, говорит человек, у меня снова откат. Вот я все понимаю, Баи, я головой все понимаю, но я не могу, что-то со мной происходит, я не могу. Я все время куда-то пропадаю, куда-то я откатываюсь, вот поэтому я опять с вами. Вот теперь я хочу немножко окунуться назад в свое прошлое, когда все начиналось, я давала вам ссылки на свой плейлист в Ютубе, который называется «Мой здоровый образ жизни». И вот там в 2016 году, когда начинается самое первое видео в этом плейлисте, там все и начиналось. И на самом деле я никому не обращалась. То есть мне не нужен был какой-то сопроводитель, который меня за руку ввел и хрестал плеточкой. Я как-то предпочитаю делать все сама, и я вошла в эту систему сама. Я ее сначала у одного почитала, у Марва Аганян, потом у другого что-то взяла, у Михаила Советова, потом пошла у Поля Брега почитала, у Шаталовой почитала, еще у разных авторов, и у современных, и у древних. Я все что-то брала, читала. И так постепенно я пришла к своей системе. И вот смотрите, что получается. Когда я прошла несколько своих первых этапов, первое очищение, второе очищение, прошла этап сомнений, он у меня был между первым очищением и вторым, у меня был такой этап смятения. И тут я закончила курсы диетологов, попыталась в диетологию дариться. Но когда я все-таки прибилась к своему берегу, когда я поняла, что это такое натуропатия и как это работает, и когда я еще раз пролистала весь свой дневник условного голодания, вот тот самый плейлист на Ютубе, и когда я оживила в памяти все, что было со мной, у меня сложилось очень четкое понимание того, что я чудесным образом вышла на очень правильный путь, и что этот путь, он обязательно меня приведет к чему-то очень-очень хорошему, такому замечательному, светлому в моей жизни, где у меня не будет проблем ни со здоровьем, ни с энергией, ни с весом тем более. И вот эта интуиция, она действительно меня вела-вела, и она вывела меня именно на этот золотой путь. И когда я в самом начале проходила свои самые первые этапы, вот первый курс очищения и второй, это были самые яркие этапы, когда я видела, как из меня реально выходят вот те самые шлаки, про токсины говорить не будем, это само собой, да, но вот те самые шлаки, которые я вынимала из себя, которые выливались в виде огромных липких соплей из носа, да, которые вот так я вытягивала, которые выливались в виде гноя из горла, из дыхательной системы, из десен выливались, и я исчищала этот гной, который из глаз выделялся, из кожи, да, в виде вот этого вонючего пота, в виде каких-то прыщей, выделений, я уже не буду говорить о ужасных, из кишечника и половых органов. Это всё я видела своими глазами, и это всё я нюхала своим носом. И это было настолько омерзительно и отвратительно, что когда я закончила свой первый этап, закончила свой второй этап, передо мной не стояло никакой проблемы в том, буду я откатываться или не буду я откатываться, потому что я прекрасно понимала, что если я сейчас вернусь, не откачусь, а просто возьму и вернусь к прежнему питанию, и буду по-прежнему загрязнять себя так же, как я делала это 53 года, ровно 53 года я себя загрязняла. Если я сейчас, познав немножечко вот этот вкус чистого тела, чуть-чуть я немножко времени побыл в нём, я сейчас всё возьму вот так вот, всё это вот сейчас, закрою на это глаза, и пойду снова в своё традиционное питание с булками, конфетами и прочим, и прочим обжираловым, я же снова опять забью все свои дыхательные и прочие пути тем самым гноем и слизью, от которого я так тщательно и с таким трудом очищалась. И мне это стоило, ну, правда, усилий. Это заняло время, это заняло моё усилие, это заняло моё терпение, терпение, потому что приходилось кое-что терпеть. И я просто понимала, что если я сейчас вот это на всё это забью и скажу себе, да ладно, этого ничего не было, я пойду опять кушать там булку с вареньем и там колбасу, бутерброды по утрам, кофе с сахаром. Я понимала, что я не могу к этому вернуться, хотя меня, сознаюсь, немножко тянуло в первое время, чуть-чуть, не скажу, что сильно, но немного тянуло. Но вот эта тяга, такая небольшая, лёгкая тяга, по сравнению с тем, что стояло за плечами, вот этот опыт, который я получила, да, очищение, и вот то, что я увидела своими глазами, и то, что я вдыхала своим носом, оно не было равнозначным на весах. То есть вот соблазн скушать вафельку, да, и он не перетягивал вот эту чашу, на которой лежала куча дерьма, которую я из себя выгребла. Это просто несопоставимо, да, вот эти вот вафельки и прянички, и бутербродики с колбаской, и вот эта куча дерьма, вонючего дерьма, со пеной, со слизью, с гноем, то, что я из себя выворотила, у меня просто не вставало вопросов. И вот сейчас, когда я вижу, что ко мне там четыре года подряд приходят на марафон, допустим, люди, которые знают, что такое очищение, которые проходили его неоднократно, по огоням я имею в виду, которые видели своими глазами, что из них выделяется. Некоторые даже видели паразитов мёртвых в кубке свернувшихся. Как они после этого возвращаются к своим вафелькам, печенькам и пряничкам? Вот этого я просто не могу понять. Понимаете, почему я сказала, что давайте просто поговорим, что заставляет вас откатиться на эту еду, которую... Еду это, собственно, назвать нельзя. Вот мне это, честно скажу, непонятно. И вот это про силу воли даже часто встаёт разговор. Вот, пожалуйста, Настя пишет. То же самое у меня. Я никогда не вернусь к тому, что было до. Это значит, человек избавился от каких-то... Настя, ты можешь написать прямо в чате, от чего ты избавилась. То есть, убрав вот эти вафельки, да, колбаску и вычистив из себя там пару стаканов гноя, я освободилась от того-то, того-то и того-то. Вот я, например, освободилась от мигрени, от варикоза, от приливов, от остеохондроза, от плечо-лопаточного периартрита, от папиллом на шее. Вот от этого я, от тяжёлого хронического насморка, от больных коленей, от вот этих вот болей в пальчиках, когда невозможно одеть вообще обувь, и ты ходишь в тапках, как старая бабка в сланцах, потому что пальчики болят. Вот от этого я всего освободилась. Как я могу вернуться к этим вафелькам и колбаске, если у меня сейчас ничего не болит, а если я опять начну это жрать, у меня опять всё заболит. Вот я о чём. Я поэтому вот просто хотелось бы понять, что стоит за этими откатами. Но я так, как уже с научной точки зрения, как доктор натуропатии, у которого есть своя система, я на самом деле сейчас понимаю, то есть если бы я была там года 4-5 назад, может быть я меньше бы понимала, но сейчас я очень чётко понимаю, что за этим стоит просто недостаточное знание. То есть человек входит в какую-то диету, допустим, входит в очищение по огонян, в условное голодание, но он до конца не понимает, что он делает. Очень у многих есть такое понятие, как забежать ненадолго, что-то тут поделать, потом выбежать и опять пойти кушать свои прянички. Вот это вот забежать ненадолго, что-то сделать и вернуться к прежнему, вот это вот не работает. Это вот топтание на одном месте и пока у вас не будет чёткой системы в голове, что вы делаете, вы будете откатываться. Поэтому вот Настя написала, год очищения по дневникам моим ушёл, панкреатит, проблемы с ЖКТ были, работала на таблетке, от всего была таблетка. И вот спустя год очищения, ничего этого нет. Вот. Можно ли на УГ при камнях в желчном? Можно, можно. Понимаете, тут если вы на питании, да, вы с камнями живёте, то на условном голодании вы тоже точно сможете жить с этими камнями. Просто нужно всё очень аккуратно и грамотно делать. Вот. И для этого есть система. Просто есть система, в которую нужно войти. Значит, что такое система? Да, давайте будем говорить про систему. Почему нужно входить вот в изменение своей жизни именно через систему? Не просто там, что-то услышал, там какую-то одну лекцию, да, где-то в Ютубе схватил, а ну-ка я пойду себе там 16 трав куплю, сейчас я себе сделаю клизму и всё будет у меня хорошо. Так нельзя. Нужно понять систему. Значит, давайте прям вот коротко, да, по этапам. Что такое система? Значит, система Марвы Огонян. Мы о ней говорим, о ней мы очень много говорим. Если там есть люди, которые не слышали ничего про Марву Огонян, ну просто, где-то книжка была, вот она. Просто купите себе вот такую книжку «Экологическая медицина Марвы Огонян». Вот. Наверняка у всех у вас уже есть, потому что на меня обычно подписываются те, кто что-то слышал про Марву Огонян. Потому что всё, чему я обязана хорошему в своей жизни, да, своему, ну довольно хорошему внешнему виду, своей хорошей физической форме, своему здоровью, вот, всему этому я обязана, вот, начало было из Марвы Огонян. То есть, её методика, методика очищения организма через условное голодание легла в основу моей системы. Вы знаете, я не, совершенно не хочу себе вот это вот всё приписывать, да, вот это вот, это всё не моё, это всё Марва Огонян, а до неё ещё раньше, это Арнольд Эрот, это всё очень древние, и Пол Брек, и там, и все там, да. я говорю о своей системе, о том, как я это в свою жизнь внедрила, и какие небольшие дополнения я туда ввела, потому что они мне показались, ну, более жизненными. То есть, вот то, что пропагандирует Марва Огонян, оно немножечко более жёсткое, вот, моё, оно немножко более жизненное. Вот, да, вот пишутся, да, Настя пишет, что встречаю людей, кто сделал неправильное очищение и выход, и теперь хают этот метод. Вот в том-то, да, и дело, что они что-то не поняли, вот как они сделали, они забежали на Ютуб, да, они посмотрели, нашли лекцию Марва Огонян, одну, прочитали, ой, посмотрели, послушали, ага, условное голодание очищает от шлаков и токсинов, заходи на 21 день на жидкое питание, делай себе клизмы каждый день, и будет тебе счастье. Человек ничего даже не изучил, да, забежал, что-то сделал, а потом наступило время выхода, он взял и съел кусок колбасы, потому что было, ну, хотел кушать, был голодный, и что в итоге? А в итоге ничего. Мы для чего мы делаем, да, переходим мы к описанию системы, начинаем мы с Марвы Огоня, для чего мы делаем очищение организма от шлаков и токсинов, через условное голодание, мы делаем это для того, чтобы очистить себя от патогенной микрофлоры, которая живет в кишечнике, и от следов ее жизнедеятельности, следы жизнедеятельности патогенной микрофлоры, это обилие слизи, токсичной слизи, которая там в кишечнике обитает, да, и является вот пристанищем для вот этой самой микрофлоры. Очищение организма происходит при отсутствии твердой пищи, то есть мы убираем там на неделю, две или три твердую пищу, мы заменяем ее жидким питанием, то есть свежевыжатыми соками и травяными чаями с медом. Вот. И за эти три недели, пока мы не кушаем, у нас отключено пищеварение, и у нас происходит массированный вывод шлаков и токсинов, то есть работают все выделительные системы, и кишечник, и мочевыделительная, и кожная, и дыхательная работают на таком очень усиленном формате, то есть идет массированное выделение всей дряни из всех, простите, дырок, да, то есть сопли, с горла гной, там отхаркивают люди мокроты, мокроту, тут прыщи вылезают, там из попы, из писи, там все льется, короче, всякие гадости, и все это происходит ровно столько дней, сколько мы находимся на условном голодании, поначалу людей это пугает, когда они просыпаются утром, подходят к зеркалу, высовывают язык, и видят, что язык обложен вот таким ковром махровым, да, у кого белым, у кого черным, у кого зеленым, у кого коричневым, люди шарахаются в ужасе, говорят, что со мной не так, а это вот как раз и говорит, что с ними все так, потому что язык как раз показывает, степень очищения, чем сильнее обложен язык, тем активнее идет очищение, и вот это вот то, что выходит на язык, вот это вот все ровно то же самое, по всему ЖКТ, выходит и спускается в толстый кишечник, а толстый кишечник мы промываем с помощью клизмы, каждое утро, троекратное клизмирование, в течение всего курса очищения по огоням, вот это вот и есть такой начальный этап, хотя на самом деле начальным этапом нужно назвать подготовку к этому всему, потому что если на сильно зашлакованном организме вот это вот сразу все начать, вот это очищение, то там могут быть и интоксикации очень сильные, и осложнения хронических заболеваний, вот Настя пишет, я изучала три года прежде, чем зайти, Настя, ты молодец, вот такой основательный подход, вот поэтому и все получилось, Настя, поэтому и у тебя за год твоего вот этого пути, у тебя ушли все заболевания, и ты перестала кормить фарму, ты перестала работать на таблетку, потому что ты вот здесь все разложила, всю эту систему по полочкам, и действительно да, если внимательно посмотреть мой дневник на ютубе, который я вела с 2016 года, то да, можно и три года самостоятельно готовиться, и тоже сделать все правильно, но это нужно очень внимательно все смотреть, все семь лет моего ютуба, там очень много видео, и дальше, что дальше, вот мы провели очищение, и дальше переходим на следующий этап, это выход из условного голодания на еду, на еду, не на ту, которая была прежде, картошка с мясом, да, и там бутерброды, а еда другая, еда естественная, а естественная еда, это у нас в первую очередь растительная пища, а потом, немножко позже, подключается животная пища, то есть мы выходим на мягких фруктах, на овощах, на смузиках, на соках с мякотью, а потом подключаем жиры, заправляем салатики, подключаем рыбку, яйца и так далее, и выходим на естественное питание, и вот здесь начинается самый ответственный этап, то есть вот это вот все, вот это вот все, да, условное голодание, очищение, выведение вот этого вот дерьма всего из себя, мы делали не для того, чтобы вернуться к колбасе и пряникам, а для того, чтобы перейти на естественное питание, то есть питание растительной пищи, по большей части в сыром виде, и на животную пищу, но в таком, в облегченном формате, то есть растительной пищи больше, животной пищи меньше, и еще меньше вареной пищи, то есть там супы, каши, термически приготовленные овощи, и все такое, ну и конечно жиры у нас присутствуют, животные жиры и растительные жиры, хорошие, такие, которые там не транс жиры, которые не эти там рафинированные, а хорошие натуральные природные жиры, вот собственно и все, то есть в естественном питании нет колбасы, нет полуфабрикатов, нет пряников, нет конфет, нету этих пирожных, нету чипсов, нету колы, нет каких-то сложных блюд, которые не растут в природе, на естественном питании мы питаемся тем, что дает природа, я понимаю, что природа сейчас очень скудна, что большинство еды, которую мы едим, это просто выращенное в теплицах, но тем не менее оно выращенное, оно выросло на земле, из семечки, и это все-таки имеет больше отношения к природе, нежели то, что сделано на заводе, с добавлением там каких-нибудь искусственных химических добавок, красителей, ароматизаторов, каких-нибудь там консервантов и продуктов очищенных полностью, от всего полезного, от клетчатки, вот такую еду назвать едой нельзя, скажем, сосиска, кто знает на 100% что там внутри, очень трудно это понять, если это кусок мяса, то мы понимаем, это кусок мяса, и мы знаем, откуда оно пришло, и что нам с ним делать, если это сосиска, то, например, мясо мы относим к естественному питанию, но сосиску мы не можем отнести к естественному питанию, потому что мы не понимаем, что это такое, там нет ничего природного, мы не знаем, чего туда напихали, вернее, мы подозреваем, мы догадываемся, что туда напихали, но то, что туда напихали, оно не имеет отношения к природе, там все переработано, питательных веществ, полезных, каких-то там необходимых нам, там ноль, ноль целых, ноль, там просто идет удовлетворение пищевых рецепторов, забивание желудочно-кишечного тракта, ощущение сытости, иллюзия сытости, иллюзия накормленности, но при этом затоксинивание, зашлаковка, и опять нагрузка на бедный организм, который вот это вот все будет как-то перерабатывать, как-то встраивать в себя, и как-то выводить. Вот когда человек говорит, я сорвался, я ушел в зажор, я там, у меня все подряд, у меня там выпечка, и все подряд, вот в такие моменты очень хочется сказать людям, посмотрите на себя в зеркало, вот кто вы такой, вот человек, да, вот, посмотрите, вот это лицо, вот это тело, вот эти руки, эти ноги, вот этот живот, вот это все, вот это вот вам дано великое счастье быть в этом теле, и вам дана великая обязанность вот это тело содержать в порядке, и вам даны возможности для того, чтобы это тело не изуродовать, а именно содержать в порядке. А теперь посмотрите объективным взглядом на себя еще раз в зеркало. А вы все сделали для того, чтобы его содержать в порядке? Или оно уже изуродовано? Может быть, оно изуродовано снаружи, а может быть, оно изуродовано уже изнутри? Может быть, у вас уже нет желчного? А может быть, вы просто забили его камнями? А может быть, вам что-нибудь еще уже отрезали там внутри? Может быть, у вас уже какое-то хроническое воспаление поджелудочной железе? может быть, ваши легкие уже забиты гноем настолько, что вы едва-едва можете утром откашляться, и у вас постоянно душит кашель, и у вас уже одышка, и вы не можете дышать спокойно без применения каких-то дополнительных средств химических. Что это? Это называется, что вы не оправдали доверие Всевышнего, который вас поселил в это тело, и вы его изуродовали. И вот спросите себя, а что вы сделали для того, чтобы его изуродовать, и что вы можете сделать сейчас, и в дальнейшем, чтобы вернуться к тому, каким оно должно было быть ваше тело, и ваше внутреннее содержание, и оправдать то доверие, которое вам было оказано при рождении. Господи, да это же огромное ценность, то, что мы имеем с вами, жизнь в этом теле. Как это вы не понимаете? Это огромная ценность, это огромное счастье. Это только один раз в жизни бывает вот это тело, и то, что в нем, вот это ваша душа, и это ваша сущность. И на что вы эту жизнь меняете? На кусок колбасы, на непонятную чебурашкину еду в виде готовых пельменей в магазине, отчего туда напихали, в виде вот этих всех конфет, пряничек и вафелек, в которые положили очень много химии, очень много трансширов, которые вызывают образование раковых клеток, а потом вы рдаете, плачете в подушку, что у вас хронические заболевания, и что это, откуда это взялось? А это вы не оправдали доверие Всевышнего. Вы сделали все, чтобы себя загнать в это тело. Так если вам дается возможность, даются знания и шансы для того, чтобы выползти из этой ситуации и вернуть себе хотя бы более-менее приличное тело и приличную чистоту внутри вернуть себе, почему вы этого не делаете? Почему вы снова и снова возвращаетесь ко всей гадости? Все, что нужно, это просто понять, что в это прекрасное тело, которое вам дано от рождения, нужно помещать только ту пищу, которая является на самом деле прекрасной. Вы представляете, как прекрасно ваше тело и ваши внутренности? То, что у человека внутри, вот эта пищеварительная система, выделительные системы, нервная система, гормональная система, все другие остальные системы, это все очень гармоничное такое совершенное создание божественное и все, что вы отправляете внутрь себя, оно должно быть таким же гармоничным, божественным и очень чистым. Во всяком случае, оно должно быть очень природным, потому что вас, ну нас, людей, нас создали как часть природы. и то, что мы себе в рот кладем, оно должно хоть как-то сочетаться вот с тем, кто мы есть на самом деле. Мы существа божественные, мы создание великого разума, мы природные существа, мы совершенные существа, нас сделали совершенными, поэтому давайте класть внутрь себя совершенную пищу, правильную, та, которая будет делать нас чистыми и здоровыми и идеальными. Ведь это в ваших руках. Все, что нужно, это просто взять систему, изучить ее, да, и применить к своей жизни. И вот тут все очень четко себе по полочкам разложить и понять, что вы делаете. Вы возвращаетесь к своему исходному состоянию, которое вам было дано, подарено, но которое вы растеряли по незнанию, там где-то по легкомыслию, там по глупости, но как правило чаще всего по незнанию. По незнанию люди теряют контроль над своим телом по незнанию. Но вы знаете, что я вам скажу, иметь контроль над своим телом это кайф, почище вот этих всех тортиков, пирожниц, на которые меня постоянно соблазняют вот эти подписчики, которые спрашивают, ой, бай, неужели вы себе сейчас не позволяете кусочек тортика? Господи, боже мой, какое счастье кусочек тортика. Да для меня этот кусочек тортика, он не стоит и копейки. Я не дам ему цену и копейки по сравнению с тем кайфом, который я ловлю от того, что я контролирую свое тело, я контролирую все процессы, я контролирую выделительные процессы, я контролирую пищеварительные процессы, я вижу, как переваривается прекрасно пища в моем животе, как она прекрасно выводится, как она не оставляет нигде никаких последствий в виде лишнего жира где-то, У меня не растет жир, у меня ничего не болит, у меня нет воспалительных процессов в теле, слава Богу. Я контролирую это с помощью того, что я знаю систему, я вошла в нее, я по ней иду. И эта система стала просто уже образом, моим образом жизни, частью моей жизни. И вот каждого, кто приходит ко мне, не важно в каком статусе, подписчика, случайного зрителя, клиента, участника марафона, не важно в каком качестве вы ко мне пришли, вы, когда приходите ко мне, вы должны понять, что у вас сейчас появился шанс взять эту систему. Ее взять можно самыми разными форматами, можно бесплатными, еще раз говорю, что можно пойти на YouTube, зайти в 2016 год, не полениться, вот прям покрутить эту мышку, зайти в плейлист «Мой здоровый образ жизни» и все там посмотреть и понять, с чего же она состояла. Если лень вот это вот крутить, там очень много видео, можно пойти взять, я вот сегодня выставила в шапку профиля, сделала гайд, специально сделала гайд, бесплатный, чтобы вы с ним ознакомились и поняли, из чего эта система состоит. А многие продвинутые даже могут пойти по этому гайду и сами все сделать, и пойти дальше, да, и изучить эту систему, взять книгу, прочитать, и покопаться самостоятельно в каких-то дополнительных материалах, и найти все для себя, но чтобы оставаться в этой системе без срывов. Можно пойти взять мои четыре электронные книги, они совершенно недорогие, да, и там просто вот, знаете, как эта вот выжимка, вот это вот вся, все, что за семь лет я накопила, это все можно вот так выжать, это как эфирное масло, да, эфирное масло, это концентрат растения, вот мои четыре книги, это вот и есть тоже концентрат того, что я сделала. Четыре книги можно прочитать за четыре вечера, а Ютуб вы будете шерстить четыре года для того, чтобы его изучить. Но знаете что, на самом деле, наверное, все будет друг другу дополнять. Можно пойти взять гайд, да, бесплатно там, в шапке профиль, можно пойти купить книги, да, чтобы побыстрее все прочитать. В дополнение к ним можно пойти еще и Ютуб весь прошерстить мой, посмотреть, как там что было. Я не знаю, можно взять консультацию, даже самую там короткую, какой-нибудь Блиц, да, и чтобы ответить на самые непонятные вопросы. Можно пойти на курс, можно пойти в марафон, можно пойти в индивидуальное сопровождение, куда угодно можно пойти. Это к чему лежит душа и на что просто есть возможности. Но это есть, эта система есть, она отработана мною, моими близкими и моим близким окружением, да, и моим просто моим окружением, то есть теми людьми, которые за мной идут. Вот как Настя, да, идет уже несколько лет по моим пятам, как те люди, которые, Настя, кстати, не является моим клиентом, она самостоятельно все делает. Но и те люди, которые являются моими клиентами, пациентами, которые идут со мной в разных курсах, марафонах, они тоже уже прониклись. И если там некоторые из них, конечно, еще и оступаются, то, ну, мне всегда хочется их оправдать. Знаете, не хочется винить человека и говорить, вот ты, значит, что, что тут у меня тут терся, да, столько лет, и ничего, да, ничего у тебя там до сих пор не получилось. Я всегда пытаюсь оправдать таких людей и всегда ищу эти, как это называется, положительные, уважительные причины. Ну, правда, бывают уважительные причины, правда, бывает стресс. Вот, ну, нельзя не сказать о стрессе, да, ведь это же очень распространенная фраза «сорвался на стрессе». Вот это прям вот самое распространенное. Но, опять же, мы живем в стрессах, и мы в них будем жить, кажется, всегда. Вот, вопрос только в нашем отношении к этим стрессам. Ведь под стрессом можно понимать многие вещи. Одно дело стресс – это когда мы теряем близких людей, да, это самое, наверное, страшное. А другое дело стресс – когда мы подсапались просто на работе. Ведь нельзя же ровнять эти вещи, правда? Поэтому не надо все подводить под стресс. Есть временные неприятности, но, между прочим, когда вы очищены от шлаков и токсинов, вы даже к этим временным неприятностям, которые вы называете стрессом, вы относитесь совсем по-другому. Они вас не колышут. Вы над ними. Понимаете, когда тело очищено от шлаков и токсинов, то у нас мозг очищается. И мы начинаем мыслить по-другому. Вот не дадут соврать те люди, которые действительно проходили по-настоящему курсы очищения через условное голодание. Все подтверждают это, что мозг очищается, что мы начинаем как бы отрываться немножечко даже от земли и как будто бы находимся чуть-чуть сверху над другими людьми. Ну, в хорошем смысле. Не в том плане, что мы там зазнались как-то, а в хорошем смысле, что мы больше понимаем про эту жизнь, про этот мир, про это устройство и про устройство человеческого организма. Мы больше понимаем, мы больше умеем контролировать. И мы видели то, что другие не видели. А мы видели то, что внутри. Когда мы это из себя выводили, мы знаем, что внутри человека не ландышевое поле. Совсем не ландышевое поле. Там страшно. И вот каждый раз, откатываясь сюда и заедая стресс, мы опять возвращаемся вот в это страшное состояние. То, что мы из себя вынимаем при помощи курсов очищения, мы точно так же очень быстро наедаем. Если вы думаете, что вот почистился, а ладно, сейчас опять там поем печенюшек, то все, а ладно, почищусь потом еще раз. Не работает это. Это, я бы даже сказала, это пагубная привычка. Это похоже на булимию, что поел и сейчас избавлюсь от этого. Вот эта вот привычка вот так, а поем, почищусь, поем, почищусь. Это не то. Мы не для того очистимся, чтобы снова поесть гадости. Мы очищаемся для того, чтобы поменять питание, выйти на другой уровень питания и жизни, и здоровья, да, и стать выше, выше себя, выше других, выше, просто в своих глазах, в своих глазах стать выше в плане здоровья. Именно для этого нужна система. На самом деле, когда речь заходит, спрашивают, вот как вы относитесь к этой диете, а как вы относитесь к кето-диете, а как вы относитесь к антервальному голоданию, а как вы относитесь к сыроедению, ну и там начинаются всякие разные течения. На самом деле, я ко всему отношусь хорошо. Вот как бы это странно, да, не звучало, я ко всему отношусь хорошо. И к кето, и к интервальному, и к сыроедению. Ну просто для каждого, вот того, да, к чему мы относимся, да, то есть для каждого какого-то направления, каждого какого-то явления, ему всегда есть своё время, своё место, свой этап определённый и свой человек. Кому-то очень хорошо зайдёт кето, кому-то зайдёт сыроедение на каком-то определённом этапе. Я считаю, что и кето, и сыроедение, и интервальное голодание, и всякое разное прочее, там, фруктоедение, и веганство и так далее, это всё хорошо на каком-то определённом этапе жизни, когда мы пытаемся решить проблемы, которые мы себе накопили в результате смешанного, традиционного, отягощённого питания. Мы можем заходить на какие-то, да, разные мероприятия, но они все будут действовать в определённое время. А вот когда я говорю про заход в систему, через систему очищения на естественное питание, вот это навсегда, вот это на всю жизнь. Поэтому здесь, когда мы говорим, что сорвался там, да, или там зажёр, я ставлю знак равенства, что это просто не уяснил себе систему, просто не понял до конца, зачем он это сделал. Вот как бы там ни было, да, хотя мы работаем с физиологией, для того, чтобы снижать вес, избавляться от заболеваний, мы работаем с физиологией, но всё равно всё пройдёт через мозг сначала. Надо учиться, обязательно, надо всё изучать, всему учиться, пропускать через свои фильтры, чтобы потом не спрашивать, а можно мне вот это, а можно мне вот это, любому человеку можно всё. Вопрос только в том, для чего, да, что за этим последует, и как с этим справится организм. Если организм сейчас крайне запущен, больше 100 килограмм, инсулинорезистентность, сахарная зависимость, панкреатит, холецистит, не знаю, повышенное давление, остеохондроз, оно всё как-то обычно, там, суставы, вот это всё обычно в одной куче присутствует, то такому человеку просто, ну просто даже нельзя думать о том, что он имеет право сорваться. Сорваться, это значит подписать себе договор, что я остаюсь вот в своём зашлакованном состоянии, и я очень быстрыми шагами иду к мучительной смерти, к мучительной жизни и к мучительной смерти. Ну вот как бы жёстко это не звучало, но это так. То есть каждый срыв – это подписание себе договора. Если человек не в очень запущенном состоянии, ну как бы ещё ничего, там, ну где-то покалывает, но ещё пока можно жить, ну вроде и веса лишнего не так уж много, если он срывается, он тоже подписывает себе приговор, но он подписывает приговор, может быть, не на мучительную жизнь и смерть, но он подписывает приговор на долгий путь. То есть вместо того, чтобы зайти быстро, всё сделать качественно, быстро и перейти на нормальное естественное питание, он будет вот это вот оттягивать, он будет год, другой, пятый, десятый, и в конце концов лет через 10 он придёт вот в это вот критическое состояние, больше 100 килограмм, панкреатит и всё такое, и подпишет себе новый договор, приговор. Вот, поэтому вы все люди взрослые, вы все, каждый из вас имеет какую-то проблему, если бы вы не имели проблему, вы бы сейчас здесь не сидели. Поэтому сейчас просто вот нужно взять и пойти начать всё это изучать. Понять, что это за система, вникнуть, а потом принять для себя решение, а как я буду к этой системе подбираться. И вот начните просто вот с моего вот этого гайда. Ну, Telegram, я его отдельно сброшу файлом, а у вас он стоит в шапке профиля. Скачайте, ознакомьтесь, почитайте, посмотрите. Если нужно какие-то, пойдите дополнительные какие-то материалы наруйте, у меня возьмите, или где-то там в других источниках возьмите. Вот, что бы там ни говорили, да, вот эти все там, вот, а вот я на кето, а я там на интервальном, а я там у доктора Берга, все это является составными частями одной единой системы, системы человеческого питания. Человеческое питание – это естественное питание, и к нему нужно обязательно прийти. А вот как к нему прийти, вот через это, вернее так, как к нему прийти, вы как раз проходите через определенные этапы, через кето, через интервальный, через сыроедение, через фруктоедение, через веганство. Люди идут разными путями. Вот там, сегодня, да, кто-то писал там в комментариях, что сначала 3 года сыроедила, да, шла этим путем, а потом поняла, что нужно все-таки искать золотую середину, и вот решила, что будет естественное питание, то есть будет и растительная пища, будет и животное, и прекрасно человек себя ощущает. Все вот эти вот крайности, да, возьмем тоже кето. Да, спрашивая там, как я к нему отношусь. Нет, ну все, конечно, хорошо, замечательно. И жиры – это хорошо, и животный белок – это хорошо, и овощи – это прекрасно. Все прекрасно, все замечательно. Супер! кето – это замечательно. Но, когда человека насильно связывают руки и не дают ему кушать фрукты, а он хочет их кушать, это называется насильно человеком, и это уже неправильно. Это уже неправильно, потому что человеческий организм, он как ребенок, он выдает очень естественные желания, когда его начинаешь, ну, приводить в более-менее нормальное состояние, он начинает выдавать очень правильные желания, причем очень быстро. Очень быстро. И когда вот на этих естественных желаниях человек хочет фруктов, ну вот что здесь плохого, что здесь крамольного, а ему запрещают это? Ни-ни-ни, нельзя, это углеводы, это сахар, нет, это, я считаю, неправильно. Это уже идет перегиб. А так все хорошо, конечно, замечательно. То же самое с сыроедением, да? Замечательно, прекрасно. Сырая растительная пища – это очень здорово. Но если вы будете на ней всю жизнь, то вы рано или поздно получите дефициты, потому что ваш организм не умеет добывать питательные вещества и сырой растительной пищей. Вам по-любому потребуется животное. А если вы будете насильно себя ее решать, то есть вот хотел, да, хотел, очень хотел, но себя ограничивал, ничем хорошим, это не закончится. То есть будет срыв. А срыв, срыв на мясо, он тоже очень страшный, потому что если сорваться на мясо, если есть его очень много, ну, это просто будет такой тяжелый удар, и это организм может не справиться, и может отравиться. Поэтому все хорошо в меру, да, вот правильно здесь пишут комментарии, что действительно все хорошо в меру, без фанатизма. Все хорошо без фанатизма. Чтобы вы понимали, что когда находишь свою золотую середину и входишь в эту систему естественного питания и принимаешь ее с любовью, то не хочется больше ни колбаски, ни пряничка, ни вапельки, ни пирожного. Не хочется. Я вам клянусь, это не игра на камеру, это не какое-то притворство. Я клянусь, и это подтверждают, вот опять же пишут, лучше фрукты, чем торт. Это действительно так. Организм сам выбирает, какая еда ему нужнее, какая ему является более естественной для него. И он выбирает естественную еду. А вот эту он уже не хочет. И не приходится наступать себе на горло, да. И когда у вас все комфортно, когда все по любви, когда вы кушаете то, что вам нравится, у вас не возникает вообще даже мысли такой куда-то откатиться. Как можно откатиться от того, что нравится. Вот мне очень нравится мое питание, я просто тащусь от него, от моего питания. Просто балдею от своего питания. И ведь у меня все есть, да. У меня есть фрукты на завтрак, у меня есть на обед кусок животного белка и хороший овощной салат. И у меня есть тарелочка вареной еды, там тот же борщ, да, или там, не знаю, та же картошка запеченная. И у меня есть хорошие жиры, у меня есть масло, у меня есть сало, у меня есть там сметана, да, яйца. У меня все есть для того, чтобы я была напитана и витаминами, и минералами, микро-макроэлементами, всем необходимым. Ну, а если чего, там почувствование какой-то необходимости, ну, БАДы могу принять, да. Но в естественном питании есть все. Вот возьмите, положите на чашу весов, да, вот это фрукты, овощи, зелень, жиры и животный белок, самый разный, да, и рыбу, там, и мясо, и птицу, и там что-то, молочка какая-то. А на другой весы, чашу весов, положите вот эти все ваши вкусняшки, там, печенье, булочки, вафельки, колбаски, там и прочее. Ну, что перевесить по нутриентам, по питательным веществам, где их больше? Тут даже и можно с закрытыми глазами сказать, что там, где колбаски и прянички, там вообще нет питательных веществ. Это псевдоеда. Это то, с чем организму приходится бороться буквально. Он борется за жизнь. А вот та еда, которая настоящая лежит, да, на другой чаше весов, от нее просто кайфуешь. Она вкусная. Она питательная. Она дает все необходимое. Она насыщает организм полностью. Почему я не хочу этих конфеток, да, вкусняшек, как там их называют? Для меня это уже не вкусняшки. Для меня это пластик. Это пластик. Почему я не хочу? Потому что моя микрофлора уже приучена к здоровой, нормальной пище. И она не требует. Не требует пластика. Он ей не нужен. И вот когда вы к этому приходите, к этому кайфовому состоянию от естественной, природной еды, у вас исчезают все причины для этих срывов. Ни стресс не повлияет, ни там за компанию у вас там не смогли удержаться, да, ни скучно делать нечего, вот решила там конфеточку покушать перед телевизором. Ничто у вас не сможет отвлечь, потому что у вас эта конфеточка просто не влезет в рот. Вы просто, даже если вы ее возьмете в рот, вы просто ее выплюните, потому что вам это будет невкусно. Это будет не по кайфу. И вот тогда ни о каких срывах вообще не может быть речи. Все упирается в ваше состояние внутри вас, в ваши микрофлоры, в вашего живота. Вот добейтесь этого состояния прекрасного. И никакие срывы вообще даже рядом не стояли. Просто все у вас в голове и все нужно пропускать через мозг. Ну, что могу пожелать, да? Ни сила воли вам не поможет, ни медитации, тренинги, психотренинги и так далее. Это все слабая версия. Самое главное – это мозг. Это ваш мозг, в который вам нужно впустить знания об этой системе. Вот идите, изучайте эту систему. И если вы не понимаете, где ее взять, хотя я уже назвала все источники, просто идите ко мне, пишите мне в личное сообщение, где мне что взять, покажите. Я вам покажу, идите и изучайтесь. Как отношусь я к семечкам пощелкать? Ну, вот тоже ушло. Ирина, вот понимаете, ушло. Вот дело в том, что щелкать семечки – это надо время. То есть это надо, чтобы были руки свободные, чтобы был рот свободен, да, глаза. Это нужно брать, очищать, сидеть, щелкать. У меня нет на это времени. Все мое время занято, но либо работой, что я должна там, да, что-то писать, смотреть в экран, водить мышкой, либо бежать на кухню, что-то там настрогать салат, либо побежать на улицу, чтобы там погулять, позаниматься чем-то, либо сбегать там к маме. То есть я все время чем-то занята. У меня нет времени на щелканье семечек. Это раз. А во-вторых, я просто знаю, что семечки, семена любые, они у нас в разжеванном виде не усваиваются. Вы можете даже провести эксперимент, если не противно. Можете нащелкаться семечек, прям много их поесть. И примерно через сутки, когда вы покакаете, в горшок покакаете, да, и пощупаете, ну, можете перчатки одеть, пощупаете, вы обнаружите вот эти тверденькие такие частички, семечек, как вот вы их жевали, вы можете даже там промыть, да, покопаться, вы их обнаружите. То есть они не расщепляются. Вот как вы их прожевали и проглотили. Вот точно в таком же неизменном виде они у вас выйдут вместе с калом наружу. О чем это говорит? О том, что у нас нету таких способностей у организма, да, и там ферментов, если хотите, чтобы вот эти семена расщеплять. Это идет как мусор, как балласт. Максимум, что можно взять из семян, это полезный жир. Но опять же, из вот из этого комочка, да, мелкого даже, жир, мы не можем, опять же, потому что, чтобы взять жир из комочка, да, из маленького вот этой крошечки, и его нужно расщепить, тогда мы жир усвоим. Но мы не можем ее расщепить, поэтому жир остается в этой крошечке и выходит наружу. То есть вы заплатили денежки за семечки, вы их пощелкали, но ваши денежки вышли скалом наружу. То есть вы ничего не получили из этих семечек. Ровным счетом ничего. Что я делаю? Я просто делаю молоко. Я люблю кунжутное молоко. Да, я перемалываю кунжут, делаю с водой, блендерю с медом, получаю вкуснейшее кунжутное молоко. И блендер, он позволяет забрать жир из этого семени, да, получить полезные вещества себе, получить там кальций, вот этот полезный растительный, получить пользу. Я люблю лен, семена льна, я их тоже размалываю, запускаю в блендер с водичкой, там с фруктами, и получаю хороший смузи, который такой пышный. И вот из-за этого семени льна, он такой сытный, пышный, приятный. И плюс мы получаем растительную омега-3, потому что семена льна, это единственный растительный источник омеги-3. Все остальные семечки, это омега-6. Орешки, то же самое, из орешков очень хорошее молоко. А то, что в орешке так щелкаете зубами, даже если у вас хорошие зубы, это опять же деньги на ветер. Так что, я просто исхожу из, не только из того, что у меня времени нет, но я еще и не хочу деньги на ветер выбрасывать. Я хочу, чтобы все-таки была польза. Я, например, очень люблю кедровое молоко. Это божественно вкусно. Если кедровые орешки размолоть с теплой водой и добавить в кофе, это шикарный вкус. Это просто кофе божественное с кедровым молоком. Попробуйте, вы не пожалеете. А вообще, по поводу семян и орехов, хочу сказать следующее. В основном, это все омега-6. Человек очень нуждается в омеге-3. Омегу-3 мы имеем в основном в рыбном жире, в основном рыбный жир. А вот почему мы все время говорим принимайте рыбный жир в капсулах, потому что это чистый омега-3. И вот еще семена льна, это тоже омега-3. Дело в том, что если у нас омеги-6 сильно больше, чем омеги-3, это не позволяет усваиваться, омеги-3, и это запускает воспалительные процессы в кишечнике. А воспалительные процессы в кишечнике приводят к аутоиммунным заболеваниям. Поэтому очень важно тем, у кого они уже есть аутоиммунные, суставы болят, щитовидка, поджелудочная, диабет. Если у вас уже есть аутоиммунные, вообще лучше откажитесь от орехов и от семян хотя бы на то время, пока вы восстанавливаете кишечник. Ведь если у вас аутоиммунные, это же не приговор. Мы же из аутоиммунных состояний тоже можем выходить благодаря системе. Потому что система, которая восстанавливает кишечную микрофлору, она же и восстанавливает стенки кишечника, то есть делает их здоровыми, невоспаленными. Только воспаленные стенки кишечника запускают аутоиммунные процессы, потому что белок чужеродный проникает в кровь через стенки кишечника. А если стенки кишечника здоровы, нет воспалительных процессов, то никакие аутоиммунные заболевания вам не грозят. И если они у вас есть, эти аутоиммунные заболевания, и если вы займётесь восстановлением своего кишечника, лечением его, через коррекцию питания, в первую очередь, то вы избавите себя от аутоиммунных заболеваний. Всё обратимо, необратимо только смертью. Вот. Такой у нас сегодня с вами получился разговор. Вот теперь я думаю, что вы понимаете, что правильно, это правильная мысль, что чтобы не срываться, не нужно винить каких-то там таинственных паразитов, которые вам просят от сладкого. Да не просят паразиты сладкого. Это ваши голодные клетки просят сладкого. Вы просто должны понимать, что если у вас грязный кишечник, ваши клетки голодны, и они будут просить сладкого, как бы вы там не сопротивлялись. Поэтому в первую очередь заходим в очищение кишечника через систему, меняем питание на естественное, восстанавливаем микрофлору, и таким образом боремся со всеми своими неправильными желаниями, откатами, срывами и зажорами. Стоит только немножко, чуть-чуть, да, поработать с головой и заставить себя немножко поучиться и освоить все это и применить. И все, и результаты у вас будут. Все, и никакие зажоры вам будут не страшны. Все из головы, ребята. Я настаиваю на этом очень-очень сильно. Так что давайте учиться, давайте познавать вот это все, давайте вместе. Вы здесь не просто так, да, Вы здесь для того, чтобы учиться вот этому всему. Пишите мне личное сообщение, спрашивайте все, что непонятно. Заказывайте какие-нибудь эфиры, да, тематические, что еще осветить, какие темы, какие посты написать. Все, что угодно. Спрашивайте, но только учитесь и не будьте ленивыми. Не идите на поводу у своих вот этих вот внутренних процессов, которые я называю патологическими. С ними нужно бороться с помощью знаний. Благодарю вас за внимание. Надолго не прощаюсь. Жду обратной связи от вас. Вопросы и прочее. Уличку.